Друзья, всем привет! В данный момент я нахожусь в аэропорту Внуково, откуда и начнутся мои очередные рыболовные приключения. И на этот раз я улетаю на Полярный Урал. Так что, готовьте чаек, кофеек, устраивайтесь поудобнее и погнали! Друзья, наконец-то мы добрались до города Нягонь. Сейчас едем в гостиницу, заселяемся, отдыхаем. Вечером у нас встреча с остальными членами нашей экспедиции, где мы уже более подробно разберем наш маршрут, реку, по которой нам придется сплавляться в течение 7 дней. Ну и, собственно, сама рыбалка. Так что, следите, не переключайтесь, я уверен, будет очень интересно. С этого озера, где зимует щука, она выходит вот сюда и бьет хариуса. Горбаки ловят щуку эту, вот здесь вот. Значит, в каждой щуке по мальку-тоимене мальку-то хариуса. Щуки 10-12 такие вот примерно. То есть, трешки, четверка, они уже как бы их гоняют более старшие. А вот такие щуки-то здесь, ну, не редкость. Друзья, именно сегодня и начнется наша экспедиция. Мы будем вылетать вот на этом синем вертолете. Это Ми-8, так что мы сейчас пойдем грузиться. И предстоит нам 2 часа перелета до тех самых сокровенных интересных рек. Пойдемте. Я очень хорошо помню свой первый полет на самолете, когда вот эти потные ладошки, трясущиеся колени, а здесь вертолет и сложно передать, что я сейчас чувствую. Ну, как говорится, ни я первый, ни я последний. Погнали. Так, давайте немножечко поактивнее, потому что на загрузочку у нас 15 минут остается. Вот. Подвязали все коврики, все легкие вещи. При разгрузке, напоминаю, что нужно будет снять кепки, головные уборы, чтобы их не затянуло в воздухозаборник. Вот. Поэтому разгружаться будем без головных уборов. А так, в целом, у нас 15 минут, 10 ровно вылет. Что такое? Я могу сказать, что вещей сегодня достаточно умеренное количество, потому что рыбаки набивают достаточно большое количество груза прямо до потолка бывает. Мы, несмотря на то, что ограничения вводим по весу, тонну 350 у нас взлетный вес на нашу летную дальность, на Полярный Урал. Несмотря на это, все хотят себе комфорт обеспечить и берут максимальное количество вещей. Стулья, раскладушки, душ берут электрический, да, Руслан? Газовый. Да, газовый душ и прочее, прочее, прочее. Здесь, несмотря на, вроде кажущийся объем, вещи легкие, у ребят все по минимуму. То есть, в целом, если бы не было пива, было бы очень хорошо. Экспедиция у вас предстоит непростая. Летим на Полярный Урал. Группа клубная, скомплектованная. Вот, поэтому мы решили сделать небольшие подарки от клуба экспедиции «Дикий север». Вам немножечко, так сказать, порадовать вас перед вылетом. От клуба мы вам заказали фирменные футболки о защитой от комаров с нашими фирменными символиками. Вот, и хотим вам вручить. Подарочка, это хорошо. Так, это, пожалуйста. Это Элька? О, подарочки. Давайте в добрый путь. Нет, честно. Жень, я лечу. А можно и судяки, я ею. Супер, пойдем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Голова болит, уши заложены. Голова болит, скорее всего, от нервов, а уши заложены от шума винтов. А так, в целом, очень классно. Река потрясающая. Горы, погода. Друзья, вот он, вот он, полярный Урал. Мы летели и, наконец-то, прилетели. Река Пайсо-Иб. Трудно найти ее на карте, но... Река Пайсо-Иб. Река Пайсо-Иб. Река Пайсо-Иб. Ну, сейчас, друзья, проверим правила первого заброса. Река Пайсо-Иб. 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 пугали мутной водой и большим уровнем но как можно убедиться вода прозрачная кристально чисто я бы сказал и уровень низкий есть есть иди сюда другом покажи ты ж мой красавец обалдеть какой здесь красивый есть а что творят канадцы на обстримчике то ну такой же стандартик хотя ребята сейчас на нахвоз поймали пару килушек таких уверенных какой же ты бойкий все 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 ну друзья нереально красивые рыбы когда сразу пришли на эту яму буквально на первых же забросах пошли поклевочки у всех у ребят на нахвост у меня на спиннинг ну это так продолжалось недолго кто успел поймал по две три рыбы и все вот уже наверное час точно никто не видел ни поклевочки ни выхода ну рыба тоже отдыхает и не всегда кушает в столу саши миньянь он сбрызнутый соком имбиря его на вилочку сюда вот раз обмакнул соевый соус ну лучше любого слабосового и всякой вот этой вот чешуи ну келуха может чуть поменьше конечно но все равно нереально приятно я не думаю что это будет все 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 Иди сюда Какой долгожданный, пускай хоть маленький Мы прошли сейчас, наверное, метров пятьсот Были мелководные участки, но вот здесь остановились Четко выраженный приямок И немножко так поупирались Поменяли несколько приманок И опять же, все та же небольшая вертушечка Очень сильный, хороший такой боец По покровочке даже не скажет, что там какая-то рыбка А уже подводя его ближе Показывает весь свой характер Иди сюда Ну вот, собственно, как и сказали ребята на хвостовике Хариус очень сильно, очень быстро привыкает к приманкам И вот эта смена именно там кардинально сколеблющихся блесен С вертушек на какие-то воблеры дается результаты Также они, я смотрю на них, как они ловят Буквально несколько забросов муха Они ставят другую, третью, четвертую Ну и также я сейчас покидал вертушечки Поклевки закончились, сменил на воблер И вот Вот эту тему подобрал Работает Головлевая классика Вот можно видеть Вот если камера-то оттуда добьет Там вот такая небольшая обраточка И стоит только положить в облерочек Вот самый урез берега Вот именно в эту обраточку И немножко так натянуть лесочку Чтобы она не было никакого провиса А четко такая струночка была И только стоит сделать пол-оборота Бублерочек сразу уходит на рабочий горизонт И так баба На бросик Вот лесочку натянули Бублерочек ушел на рабочий горизонт Струя его подхватывает Ну вот он сам там телепавится Немножко придерживаем Вот по идее где-то здесь должна быть поклевка Да как говорится обещать не значит жениться Есть покер в активе Это выход И вот это мне кажется покрупнее Работали вращающиеся блестки Потом они просто Просто выключились И уже пришлось немножко подумать Поэкспериментировать И вот Четыре заброса Четыре выбора Оп-оп-оп-оп-оп Или это просто выход Посмотри он бьется Вообще просто до последней уборицы Ой какой Вы посмотрите просто какой Вот он Очень красивая рыба Здесь вообще какая-то синяя Фиолетовая Весь такой переливается Ну и самая особенность Это конечно же вот этот плавничок Оп-оп-оп Вот так и норовит струю Наверное единственный шанс у него на сход И опять же сработала смена приманов И опять же сработала смена приманов И опять же сработала смена приманов Иди сюда Какой Эх Ну согласитесь Очень красивая рыба Давайте сейчас мы его отпустим Есть Так просто его не возьмешь Ну хотелось бы конечно Чтобы это был таймин Но нет Это всего лишь хариус Ну вот друзья А на хвостовики то прошли И ничего не поймали А я на вертушечку на обстримчике Бах И вот Что самое интересное Клюнул на классический головлевый крен Поверхностный То есть заглубление СССР Я вот забросил вниз по течению И дал немножко сплавиться Он раз атаковал Ну возможно он Возможно кто-то другой Но я знаю Их здесь уже несколько Их здесь много Потому что это не первая поимка И То есть Раз поклевка Два поклевка Но уже думаю Ну когда же Когда же ты доберешь И чуть-чуть сплавил Еще открыл дужку Дал ему немножко пройти ниже И он такой Бабах Друзья Друзья Утро доброе Второй день Вот только что проснулись Позавтракали И опять на воду Сейчас попробуем с утра половить Хотя бывало рыболовы говорят Что рыба с утра неактивна Она выходит ближе к обеду Ну и соответственно вечером Но вчера вечером не получилось особо половить Потому что подул очень сильный ветер Ну и сейчас вроде как Не так задувает Попробую сейчас половить Вот на вчерашнем участке Где в принципе неплохо Отзывался Хариус Ну а там уже В течение дня Решили все идти Вверх по течению Это вот туда Есть Ай сошел Есть Есть Прямо со струи Ну а теперь главное Протащить Через струю А если что Придется бежать вниз По течению Там вот она струя Немножко становится потише И там уже Конфортно будет его вывести Но этого конечно Очень бы не хотелось Потому что тем самым Мы просто напугаем Рыбу которая стоит Именно ниже Конечно Боец он очень хороший Ну все Он встал в струю Сошел Есть Друзья Все по классике Как вот мы привыкли Ловить головля Мы забрасываем Нашу приманку На спокойное течение И стаскиваем ее На уже На струю Ну то есть Вот граница струи Она в принципе решает Опять же он сошел Ха-ха-ха-ха Ой Ну у Хариуса Очень такие нежные губы Все-таки надо Не спешить его Вываживать Но мне очень не хочется Спускать его ниже Еще поклевка Вот он стоит здесь Потому что на первой яме Я половил Попробовал покидать Но там Даже поклевки не увидел Ну и надо тоже понимать Мы ее немножко запрессовали Вот он Вот он Вот он Ну давай иди сюда Давай я тебя с камушкой Попробую взять Вот он Наш красавец Друзья Вот она рыбка Вот вертушечка маленькая А вот смотрите Если видно Видите у нее уже губа такая битая Это о чем я собственно и говорил То что губы у Хариуса нежные И почему очень много таких сходов Сейчас Сейчас Подожди 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 Смотрите Как он переливается В какие краски Красавец Подожди Подожди Давай Спасибо тебе дружище Супер Вот этого Которого сейчас только что поймал Я именно дал ему Сплавиться Сам немножко прошел по берегу И без труда Его проканул Если только нам остается Немножко пройти еще Ниже И там есть шанс Кого-то изловить Пойдем Ну вот друзья Погода немножко испортилась Да Она здесь такая Она здесь непостоянная Сейчас пошел дождь Но все равно Рыба продолжает клевать И довольно таки активно Хотя Бывалые рыболовы Нам сетовали на то Что Хариус Не любит Такую дождливую погоду Оказывается Это все наоборот Надо просто найти К нему подход Подобрать ключик И вот Собственно Вы сами все видели С дебютом вас Максим Юрьевич Ну давай Прощай здоровья Прощай здоровья Ого Наоборот Наоборот здоровья Полные штаны Будут С витаминками ягоды Конечно Все витамины Главное не переесть А то будем как не видеть И как ульки Возле лагеря Валяются Ну явно Косолапам То еды Хватает Нафиг ему мыто Ягод Ты так полна Посадим к косолапам Ах Красота Ну что подкрепились Пальфану съели Да Подкрепились До следующего Суста Смотри Красиво А мне кажется Я становлюсь На хвостовику Вон рыба Если так дальше пойдет Я точно за эту экспедицию Попробую половить на хвост И даже Возможно Связать первую свою мушку Есть Прямо на границе Со струей Макс Вот ты сейчас Увляешься Украшением Пейзажа Это кто там У реки Серым На хвостовики Их не видно Тебе не мешает Свет твоей одежды Ловить рыбу Абсолютно Потому что самое главное Это не напрягает рыбу Просто есть такое мнение Обычно На рыбалку С такими Где есть Чистые реки Обычно Вот одеваются Потом пейзажи Там яркая одежда Чересчур запугает рыбу Она очень становится осторожной Приходится подкрадываться Это вообще чушь Вуаля Четыре заброса Две рыбы Так Пожиже, да? Максим Но без свеклы точно не получится Это однозначно Потому что она тут везде Спасибо Спасибо Алешен Моники Корюш Моники Корюш Моники Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok